Друзья, всем привет! С вами компания Акваградус, Андрей. И данное видео мы посвятили такой теме, как какое же минимальное оборудование нужно для получения домашнего виски. В данном видео мы коснемся не имитации виски на сахарном самогоне, а именно зерновом самогоне. Ведь по сути виски это зерновой самогон, настоянный в бочке. А чтобы получить именно этот зерновой самогон, собственно нам нужно зерно, из которого мы и делаем свой продукт. Друзья, у многих начинающих винокуров, а именно для начинающих винокуров данное видео, имеется заблуждение, что нужно какое-то сложное оборудование для того, чтобы получить свой домашний зерновой продукт. Поверьте, это не так, самое главное ваше желание. Наличие дополнительного оборудования при производстве домашнего зернового продукта только помогает винокуру и облегчает его труп. Но чтобы попробовать сделать первый раз именно свой домашний зерновой продукт, достаточно абсолютно минимального оборудования, о котором мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте коснемся, что же такое все-таки зерновой самогон. Друзья, давайте начнем с того, что сахарная брага это все просто. Сахар, дрожжи, вода. Дрожжи едят сахара, получают спирт. В зерне, в любом крахмал-содержащем сырье у нас нет прямого сахара, который могут съесть дрожжи. Если мы возьмем нашу муку, крупу, либо зерно и зальем водой, поместим в них обычные дрожжи, которые едят сахара, ничего не произойдет, потому что данные дрожжи не способны съесть крахмал по-простому. За исключением одних единственных дрожжей, которые называются кодзи-ангел, их называют в народе. Это грибок, который в принципе способен поедать крахмал и получать с них спирт. Вот так они выглядят, они есть у нас на сайте, их называют дрожжи линевого винокура. Принцип действия очень простой. Вода, крупа и дрожжи. Все это сприт температуре комнатной 26-30 градусов, смешивается и за 3 недели мы получаем в принципе зерновую брагу. Данные дрожжи я рекомендую для тех, кому нужен допустим зерновой спирт или для начала попробовать, ваше не ваше, именно получить зерновой благородный дистиллят. Сегодня мы поговорим не о данных дрожжах, а вообще как получить именно классический домашний, раньше называли полугар, хлебное вино, виски, это выдержанные в бочке, именно домашний зерновой благородный дистиллят. Как я уже сказал, в зерне, в крупе, в муке у нас нет сахара, который может съесть обычные дрожжи, поэтому нам необходимо преобразовать этот крахмал в доступный сахар, способный потом этими дрожжами переработать спирт. Для того, чтобы преобразовать этот крахмал, нужны ферменты. Ферменты существуют как в жидком виде, продаются также у нас на сайте. Также фермент образуется в процессе соложения зерна. Что такое процесс соложения зерна? Это когда мы берем зерно, неважно, пшеница, ячмень, рожь и проращиваем. Ферменты, которые образуются в процессе соложения, в процессе прорастания зерна, способны превратить крахмал, содержащийся как в этом зерне, так еще и в дополнительное несоложенное сырье, так называемое, превратить уже в сахара, который могут съесть обычные дрожжи. Для того, чтобы крахмал и сахарить, необходимо выдержать определенные температурные паузы. Грубо говоря, смешать зерно, раздробленное с водой, нагреть это до 62-66 градусов, именно на этой температуре происходит активизация этих ферментов, и ферменты превращают крахмал в сахара. А далее, когда произошло осахарение, обычно это 1,5-2 часа, мы остужаем эту всю субстанцию до температуры, при которой могут работать дрожжи, это 20-25, максимум 30 градусов, и уже тогда дрожжи поедают преспокойно и очень с удовольствием те сахара, которые у нас образовались с крахмала. Итак, друзья, мы подошли к основной теме ролика, какое же нужно необходимое оборудование, помимо вашего огромного желания, чтобы сделать домашний зерновой виски, домашний зерновой полугар. Кроме самого зерна или солода, солод можно самим прорастить, можно купить готовые уже, коснулись. Прежде всего, конечно же, сам аппарат. Это может быть абсолютно любая колонна, я взял компакт для примера. Можно сделать отличный домашний дистиллят абсолютно на любом аппарате, потому что мы будем использовать только прямую дистилляцию, именно холодильник. Дефлематор можно использовать по желанию, у нас сразу же за этим роликом выйдет видео, где мы покажем именно процесс получения домашнего пшеничного хлебного вина. И следующее, что нам понадобится, и без чего действительно невозможно обойтись при производстве зерновых брах, нам нужен устройство, которое способно охладить брагу с температурой 62-66 градусов, на которой мы выдержали, до температуры внесения дрожжей. Это чиллер. Чиллер мы опускаем в нашу будущую брагу, пускаем в воду, и вода охлаждает нашу будущую брагу до температуры 25-30 градусов. И вот тогда наша брага готова к внесению дрожжей. Мы можем вносить дрожжи, и за 3-4 дня наша брага полностью сбродит и будет готова к перегонке. Друзья, почему важно использовать устройство для быстрого охлаждения? Потому что зерновые браги – это не сахарная брага. Зерновая брага склонна к заражению. Если мы быстро не охладим и не внесем дрожжи, которые быстренько заселят с собой все пространство, и начнется именно спиртовое брожение, то может первым завести другое брожение, завестись уксусокислая или еще какой-то, плесень и тому подобное. То есть нам важно в течение получаса-часа охладить, чтобы не завелось ничего, и внести уже культуру дрожжей, которая начнет там свою жизнедеятельность и начнется то брожение, которое нам нужно. Друзья, я хочу пару слов еще коснуться темы дрожжей для зернового виски, для зернового самогона. В принципе, можно использовать абсолютно, когда у нас уже осахарина наша будущая брага, можно использовать любые дрожжи, но когда мы используем специализированный штамм дрожжей, предназначенный для того или иного сырья, у нас получается максимально качественная брага, отсюда получится максимально качественный сырец, и отсюда получится максимально качественный дистиллят. Это когда в процессе брожения правильный штамм дрожжей набраживает минимальное количество подбочки, потому что этот штамм дрожжей предназначен именно для этого сырья. И у нас получается хороший, качественный продукт. Я рекомендую вот такие дрожжи, которые у нас есть на сайте. Дистилла Макс Дживи, это для несоложенного сырья, это когда мы осахарим ферментами и тому подобное. Для солода я рекомендую взять вот такие вот МВ, замечательные дрожжи. Даже если вы допустили какие-то огрешности в дистилляции, все равно получится замечательный хороший продукт. Итак, мы остудили нашу будущую брагу до температуры внесения дрожжей 20-25 градусов. Внесли дрожжи, поставили на гидрозатвор. Гидрозатвор при брожении зерновых браг обязательный. Если сахарная брага может быть без гидрозатвора, то в зерновых необходимо обязательно убрать наличие кислорода на поверхности браги. В браге есть дробина, есть шелуха, она склонна к заражению, поэтому если нет кислорода, опасность заражения минимальная. И есть одно такое правило. Грубо говоря, как раньше учили, сахарную брагу мы ставим ближе к батарее, зерновую подальше от батареи. И есть такое еще условие на таких брагах. На 4-5 день необходима обязательная перегонка. Как я рекомендую перегонять такие браги при наличии минимального оборудования? Конечно, если у вас есть пароводяной котел или парогенератор, мы перегоняем брагу так, как она есть. Но у нас этого нет, мы говорим о минимальном оборудовании, поэтому мы обзаведемся обыкновенным домашним ситом. И на 4-й день эту брагу мы процеживаем. Мы отделяем от дробины, берем кружку, зачерпываем через сито в другую емкость, отжимаем от дробины, дробину помещаем в емкость, еще раз промываем ее, допустим, пятой частью воды от того, что у нас было браги, чтобы вымыть еще запах спирта. Еще раз отжимаем и получаем брагу. Брага будет мутная, можно на один день ее оставить на дображивание, добродится остаток сахаров, который мы вымыли, если они там есть, дрожжи осядутся на дно, немножко осветлится. Вот эту брагу уже можно выдержать день, если прохладное помещение, можно выдержать день, два, три до осветления. У нас практически получается брага по белому, брага без дробины, которую можно перегонять абсолютно на любом аппарате. Итак, друзья, в качестве итога хочу сделать заключение, что сделать домашний свой зерновой продукт абсолютно несложно. Я больше чем уверен, что и бродильные емкости у вас уже имеются с гидрозатвором. А если вас все-таки интересует зерновая тема, то у нас на канале есть огромное количество видео, где мы показываем разные рецепты приготовления зерновых дистиллятов, зернового спирта, виски на шлемах, на конусах, на пароводяных котлах. И много-много-много разнообразных рецептов. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пишите их в комментариях. А на этом все. С вами была команда Акваграду. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!